Эстафета памяти представляет собой торжественную передачу сборными отрядами пост номер один от одного района к другому «Лампады с горящей свечой». Этот огонь зажжен в память о подвигах предков, отдавших жизнь за Родину. 25 февраля эстафету встречали на площади Победы города Лобинска. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны Павел Аксенович Шарин, Виктор Минович Якушев, Василий Никитович Земской, Иван Федорович Шарамков. У мемориалов пост номер один. Именно это движение связывает участников акции. Сегодня знаковое мероприятие для нашего района, потому что мы стоим с вами возле обелиска, где увековеченной памяти почти 11 тысяч наших земляков. Они нашли свое пристанище вот на этой площади. И вы, молодые, которые сегодня находитесь здесь, вы всегда должны помнить о людях, которые завоевали вам это счастье, чтобы вы были под мирным небом. К лобинскому молодежи обратился начальник регионального штаба Всероссийского общественного движения Юнармия Юрий Друшляков. К микрофону вышел и ветеран Великой Отечественной войны. Виктор Минович написал стихотворение о Красной Армии, в рядах которой он защищал Родину. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. После чего сборный отряд Курганинского района передал почетному караулу Лобинского района лампадку со свечой памяти. Далее она будет передана Мостовскому району. Акция связывает не только территории, но и поколения. Данная акция проходит по всем муниципальным образованиям края в 44 муниципалитетах. Завершится она в Краснодаре у Вечного огня шествием. Каждый пост номер один передает данную свечу, зажженную в храме Станицы Воронежской, в котором во время Великой Отечественной войны располагался концлагерь. Тем самым происходит связь поколений, молодежи и всех тех, кого сейчас с нами нет. Нам очень повезло как раз в момент завершения месячника военно-патриотического воспитания. И у нас такое значимое мероприятие в районе, когда Курганинский район передал нам свечу памяти. Она два дня будет храниться в храме, а потом мы передаем Мостовскому району. Суть его в том, что мы должны, наверное, каждый день помнить о тех людях, которые ушли из жизни, которые завоевали нам счастье, которые нам подарили это мирное небо. Пусть у нас в душах будет всегда память о них, чтобы мы могли прийти поклониться Кобелиску и вспомнить всегда их как живых. В завершение мероприятия его участники возложили цветы и венки Кобелиску. Эта акция приурочена к юбилейной дате – 75-летию освобождения Кубани от фашистских оккупантов, которая будет отмечаться в 2018 году. Опойдя все муниципальные образования, свеча памяти вернется в краевую столицу 22 июня, в День памяти и скорби.